И, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, я рад вас приветствовать на нашем новом сезоне научных семинаров МЦИС, новом полугодии. Сегодня мы начнем с обсуждения книги Джорджа Шера «Wild West of the Mind». Закладами у нас выступят Евгений Логинов и Влада Волкова. Ну и не затягивая, я хочу сразу передать слово докладчику Евгений. Пожалуйста. Спасибо, Андрей. Добрый день, коллеги, рад всех видеть. Сегодня мы действительно обсуждаем книгу Джорджа Шера «Дикий запад ума». Книга эта довольно любопытная, небольшая, но поэтому такая цельная, крепко сбитая, очень конкретная, посвященная очень партикулярному такому сюжету. И автор в своих рассуждениях практически никогда не отклоняется в сторону, и когда это делает, он всегда, так сказать, держит тему. Это создает очень приятное впечатление. Хотя текст периодически пробуксовывающий, и читать иногда бывает тяжеловато. Хотя в целом книга, вовторяю, сделана, на мой взгляд, очень хорошо. Ну, я вам, как обычно, на наших семинарах принято. Вначале я должен сказать несколько слов об авторе этой книги. Вот этот человек, Джордж Шерф, он работал в трех местах, занимал три академические должности. Сначала в Нью-Джерси, затем в университете Вермонта и в Райсе, где с 91-го года он является профессором философии. Семь лет он возглавлял философский факультет Райса с 93-го по 2000-й. Начинались философские интересы с теории действия и философии сознания. Он написал диссертацию по теме основания действия и детерминизм у знаменитого философа действия, философа истории, философа искусства Артура Данте, Ницше Веда. Влияние Ницше даже сказывается кое-где. В этой книге, как вы все знаете, первая книжка Данте была как раз про Ницше. Интерес Шора к агентности, который он почерпнул у Данте, он сохранился. А вот интерес к философии сознания постепенно вылетелся, как он сам в этом пишет. И любопытно, почему он считает, это с ним произошло. Потому что он счел, что философия сознания слишком сильно включает в себя данные нейронаук. И, ну, чтобы серьезно ей заниматься, нужно разбираться еще и в этом. А он хотел быть просто кабинетным философом, поэтому из области близкой к философии сознания, или даже непосредственно связанной с философией сознания, он мегрировал в сторону моральной философии. Начал он с работы «Оправдание обратной дискриминации по иную на работу». Тоже, как вы можете понять, по названию очень партикулярный текст. Она была хорошо принята, эта работа. И это побудило его заняться более широкими вопросами, которые, так сказать, встали перед ним в ходе этой работы. И вот эти исследования привели его постепенно к теме конденсаторного правосудия, которые завершились самой, пожалуй, известной, и, во всяком случае, мне его книжкой, книжке «Заслуга», «Резорт» 1987 года. И дальше он вот так вот болтался, значит, от политической философии к этике и обратно, затрагивая моральную психологию. Интересно, что тут совершенно не пришлось изучать никакие эпидические факты, чтобы заниматься моральной психологией, судя по всему. И, значит, в рамках политической философии он написал книгу, защищающую тезис о том, что правительство не должно пытаться продвигать какую-то доктрину относительно того, что такое хорошая жизнь. В конце 90-х вышла эта книга. И написал также книгу о той роли, какое распределение блага играет в обществе. Это вот недавняя относительная книга 2014 года. Ну и вот в «Моральной психологии» он писал об осуждении, «Price of Blame» 2006 года. Книга, и вот, наверняка, Артем Петрович Беседин хорошо осведомлен. Следующая книга – это книга, связывающая ответственность и знания. Книга 2009 года. Книга, которую мы сейчас обсуждаем, это последняя его работа. Она, как сказано в предисловии, написана с любовью. И это чувствуется по тексту. Она какая-то такая очень искренняя. Видно, что это написано не для того, чтобы отчитаться по какой-то работе. Или, во всяком случае, не только для этого. Она не очень техническая. Наверное, можно ее даже было бы рекомендовать в качестве просто чтения по моральной философии. Хотя, то есть, кое-где, мне показалось, она трудновато или даже скучновато. Но в остальном, пожалуй, можно ее рекомендовать как образец того, чем занимается современный моральный философ. В целом, обыгрывая, так сказать, название этой книги, можно дать моему уже выступлению название «Моральные каникулы на Диком Западе». Все вы знаете это выражение Джеймса, «Moral Holiday», которое он использовал для того, чтобы как раз объяснить позицию моралистов, которые снимают ответственность за те или иные моральные факторы. Ну вот, книга Шора, она и направлена на снятие… Не то, чтобы снять ответственность, а утверждение на то, что свобода нашего ума не должна иметь границ. Вот он сам подчеркивает отличия его работы на тему свободы ума от большинства других работ на эту тему. И основное… Потому что его основное внимание его работы сосредоточено не на внешних угрозах, таких как цензура или управление, промывание мозгов и так далее, как обычно это делают при обсуждении темы свободы ума. Вот в такой милевской традиции это можно видеть. То есть книга Шора сосредоточена на тех угрозах, которые исходят из моральной философии, из внутренних моральных ограничений. Вот многие, как он это пытается представить, моральные философы пытались показать, что есть такие убеждения, такие установки, взгляды, акты ума, фантазии какие-то, например, которые должны быть морально запущены, которые мы должны характеризовать как морально неприемлемые, недопустимые. Вот с этим он спорит. И позитивный его тезис состоит в том, что мораль – это зона свободной… Простите, мысль, ментальная сфера – это зона полностью свободная от морали, что в пределах нашего собственного ума мы можем думать абсолютно все. Это некоторый такой спойлер, как и в самом дальнейшем, что я скажу. Ну, прежде чем непосредственно к книге перейти, я еще скажу пару слов о том, чем он занимается после ее написания. Вот он завершил ее, она является расширением статьи, и из-за ковида книга вышла не сразу, и пока вот она лежала, он написал еще несколько работ по тоже партикулярным таким моральным темам, о оскорбительных высказываниях, о том, как стараться изо всех сил, о преступном моральном невежестве, ну и ряде других. Сейчас он, как он сам пишет, не знает, чем он будет заниматься дальше, видимо, уже всем позанимался, и надеется, что что-нибудь ему пойдет в голову. Очень хорошая надежда. Книга, которую мы сегодня обсуждаем, начинается с постановки проблемы, в рамках которой авторы держатся на протяжении всех почти 150 страниц, 140 страниц. Суть ее сводится к следующему вопросу. Подчиняется ли мысль какому-то моральному эволюетному? Вот имеем ли мы право осуждать то, что находится внутри ментальной сферы, нашей собственной ментальной сферы, если оно не выплескивается наружу? А если выплескивается, имеем ли мы право осуждать это в силу того, что оно выплескивается наружу, или оно обладает каким-то автономным моральным статусом? Отрицательно, если речь идет о чем-то предположительно запрещаемом. Ну и вот ему кажется, что такое махание пальцами в сторону ментальной сферы глубоко ошибочно, и что мы можем думать все, что хотим. Причем он понимает этот тезис буквально и, в общем, достаточно радикально. Есть у него некоторые оговорки, позволяющие понять, что это полемическое заострение тезиса. Но буквально он защищает именно это, что нет никаких моральных ограничений в ментальной сфере. Ну вот примеры, которые он приводит, чтобы пояснить, о чем он говорит. Ну и он много приводит, я некоторые из них приведу. Вот, например, можно чувствовать ненависть к пожилой женщине, которая возится на кассе, пока ваше мороженое тает, а вы стоите, значит, за ней в очереди. Можно быть смущенным грамматическими ошибками, которые запускает ваш супруг или супруга. И можно, вот когда вам друг сообщает о каком-то плохом диагнозе, можно подумать, лучше ты, чем я. Вот это все не должно быть морально запретным. То есть он приводит примеры подобного рода установок, фантазий. Часто он говорит о разного рода сексуальных перверсиях. Не будем подробнее развивать эти вещи, связанные с примерами. Но тут надо сразу оговориться, что, занимая вот такую позицию, Шор не хочет отрицать, что эти фантазии и такие мысли могут плохо сказываться на характере человека. И вот он полностью готов согласиться с тем, что, в общем-то, это не так уж и мило получать удовольствие от чужой боли. Это приятно слышать от морального философа, что он согласен с тем, что это не очень приятно. И я думаю, мы должны с ним в этом согласиться. Но тем не менее, все же общий тезис, несмотря на вот этих характеризмировок, я уже сказал, его тезис остается таким вот острым и радикальным. Он также вот приятная особенность этой книги, делающая до некоторой степени интригующей, состоит в том, что он практически с порога в первой же главе отметает стандартные здесь способы обдумывать эту дилемму. Дилемму стоит, не дилемму, а эту проблему. Стоит ли нам считать предусудительными какие-то плохие мысли, если они не влияют никак на поведение. Стандартная линия рассуждения состоит в том, что нет, не стоит, потому что мы осуждаем только действия, а мыслить можно чего угодно, это никому не вредит. Это он отвергает на самых разных основаниях, в том числе и на тех основаниях, что мысли – это тоже действие, или могут быть описаны как действие. И также он отвергает простой способ достичь своей цели, доказать тезис о том, что мораль неприменима к ментальной сфере, а именно тот способ, согласно которому мораль – это вещь, которая регулирует публичные отношения, и, следовательно, по определению, приватное должно быть изолировано. Это тоже он отвергает, это делает, причем делает это вполне убедительно, и это придаёт книге некоторой шан. Это и основные теории, которые он рассматривает, которые предлагают обоснования, потому что всё-таки можно ментальные какие-то действия считать чем-то плохим, чем-то дурным, запретным и предусудительным, если они с вами случились. Ну, это, грубо говоря, конституционализм, утверждение о том, что нормативная сила вот этой плохости, этой дурноты черпается из негативных последствий. Это этика добродетеля, и это две версии диантологии, которые он там рассматривает. Ну, я очень кратко скажу о его стратегии по борьбе с этими обоснованиями. Он делает это довольно подробно, и было бы любопытно в рамках какого-то другого формата пройти каждый элемент его мысли, потому что они, кажется, не везде достигающие успеха. Ну, в общем, и целая моего стратегия такова, что каждый из этих подходов предлагает некоторый способ связать мысли, которые кажутся нехорошими, не милыми, с тем, что эти мысли являются плохими, запретными и, естественно, осуждаемыми. Ну, вот гоносексионализм предлагает наиболее... Он не использует это как солнечный термин, я некоторое описание буду использовать, чтобы не вдаваться в разные детали, которые он здесь обсуждает. Здесь основная стратегия, основная стратегия, с которой он борется, состоит в том, чтобы сказать, что нельзя думать плохие мысли, нехорошо думать плохие мысли, потому что они так или иначе приводят к плохим действиям. Может быть, непрямо, может быть, моменты утраты контроля, может быть, они влияют как-то не каузально, нормативно. Вот, например, если кто-то хочет, чтобы о нем хорошо думали, а кто-то... Другие считают, что он посмешивший. Вроде как сложно сказать, что это каузальное воздействие на его статус и, так сказать, жизнь. Никакой прямой боли ему не причиняется, но вот сравнивая жизнь человека, который хочет, чтобы его уважали, и его на самом деле уважают, и человека, который лишь думает, что его уважают, несмотря на то, что они по внешним параметрам и по осведомленности самих этих людей могут не отличаться, но их, так сказать, world being может, тем не менее, быть оценен как разным. И у того человека, который хочет, чтобы его уважали, его на самом деле уважают, кажется интуитивно, что у него этот самый world being лучше. Вот такую стратегию он пробегает самыми разными способами, ну, вот наиболее, как мне кажется, показательной. Из них состоит в том, чтобы показать некоторые парадоксальные следствия из подобного рода стратегии, а именно, что если нормативные силы оценки мыслей, которые кажутся плохими, как действительно плохими, черпается из того, что они ведут к плохим последствиям, то в случае рассмотрения двух людей, у которых одинаковые мысли, которые мы оцениваем, кажется, что мы должны оценивать, как плохие, но один из них, согласно мне, совершил что-то плохое, другой нет, то вот такой ретроспективный подход к оценке статуса этих мыслей должен приводить к тому, что эти мысли по-разному оцениваются как таковы. Всего того, что в одном случае было произведено действие, а в другом – это кажется парадоксальным. Пожалуй, с этим можно согласиться, если не вдаваться в подробности. Он сам осознает, что это нерешающий аргумент, и конституционалисты или люди, мыслящие в этих терминах, могут здесь и защищаться, но, тем не менее, это в общем и целом приемлемо. Другая стратегия – это этика добродетеля, которая последние десятилетия, как вы хорошо знаете, коллеги, очень активно продикает в самой разной сфере моральной философии. И здесь общая стратегия состоит в том, что нельзя думать плохие мысли или мысли, которые кажутся плохими, потому что они представляют вас как плохого человека. Они, так сказать, репрезентируют неправильный характер. Здесь его стратегия кажется мне менее показательной. Сейчас смотрю две основные версии этой самой этики добродетели, это демонизм и то, что называют полутонизмом. Здесь его критика, этой стратегии упирается в то, что он пытается показать зазор между наличием некоторой черты и появлением мысли, которые мы могли бы оценивать. То есть человек может быть хорошим, но ему подумалось что-то плохое. То есть связь между чертами характера и самим характером и вот этими предположительно плохими и запретными мыслями не является такой жесткой, которую предполагает этик добродетели. И, следовательно, разорвав ее, мы можем показать, что по этому пути нельзя найти тезис о том, что мораль распространяется и в аргументальную сферу тоже. Пожалуй, наиболее любопытно его раздел из этой критической части раздел про диантологию, где он рассматривает склоньянцев и Канта. Во-первых, уже любопытно, что он их классифицирует в одну ячейку, потому что Канлан не был бы в полной мере счастлив этому, но, может быть, я ошибаюсь. Значит, склоньянское представление морали, как мы уже с вами обсуждали это, состоит в том, что мораль – это такие принципы, которые никто не может обоснованно ответить. Ну и, соответственно, склоньянцы, которые обсуждают проблему плохих мыслей, дружных мыслей, должны говорить, что они дурны в силу того, что призыв не думать такие мысли, никто не может на разумных основаниях ответить. Ну, на что Шор говорит, а может, потому что, смотрите, эти мысли мои, вот я мечтаю о том, чтобы кто-то из моих друзей корчился от боли, но я ничего для этого не делаю, никак не порчу им жизнь, я никак это не проявляю, и, в общем, я готов в этом жить в мире, в котором большинство людей в тайне ненавидит таких людей, как я. В общем-то, я и так и живу в этом мире, признается он своему читателям. И, в общем, это нормально. Ничего страшного в этом нет. То есть, наверное, лучше, чтобы было бы не так, но, тем не менее, есть основания отвергнуть такие контрактуалистские соображения. Главное, чтобы вот эти негативные мысли не проявлялись вовне, тогда вот эти контрактуалистские основания будут работать. Это можно было бы. То есть, никто не мог бы на разумных основаниях отвергнуть тезис, что мы должны, например, в общем и целом, мило обращаться друг к другу, если нет каких-то особых обстоятельств, исключающих эту линию поведения. Ну, поэтому думать можно, в общем, что угодно. Вот, контрактуализм с Кэмблона здесь не проходит. Я уверен, что с Кэмблоном и с Лунианцем было бы здесь что сказать. Вот, но я, пожалуй, не буду залезать в их седло. Вот, может быть, это сделает Влада или кто-то еще из выступающих. Вот, любопытно также, что он говорит про Канта. Он делает это довольно бегло, но это довольно любопытно. Значит, он рассматривает два основных, так сказать, основные линии в канцерских рассуждениях. Это тест на универсализуемость и вторая формула категорического императива. Ну, значит, тест на универсализуемость он понимает так, что, значит, мы должны взять какую-то максимум, представить ее в универсальном визе, и если дискрипция вот такого мира не будет содержать противоречия, то все нормально. Ну, и действительно, вот давайте возьмем какую-то максимум, например, втайне ненавидь еврея. Сколько я понимаю, это какая-то автошутка, потому что, что он религиозный еврей. Вот. Значит, втайне ненавидь еврея. И евреи сами могут себя ненавидеть. Теперь, значит, мы должны представить мир, в котором все ненавидят еврея. Ну, и очевидно, говорит им, что можно это себе представить. Никакого противоречия, как в случае со знаменитыми примерами про давание долга, не возникло. Здесь он, на мой вкус, говорит неполной, мере обоснованной вещи. Он, значит, утверждает, что здесь не возникает ни противоречия в понятии, ни противоречия в изъявлении. Нет контрадикшн в концепшн, и нет контрадикшн в инвул. Мне кажется, что здесь действительно нет противоречия в понятии, в мышлении, как это кантианцы описывают. Но здесь вполне можно внутри кантовской логики утверждать, что здесь есть противоречия в или изъявлении в такого рода соображении. Напомню вам пример, который сам Кант рассматривает под этой рубрикой. Он приводит пример оказания помощи. Можно представить мир, в котором никто не должен помогать другу. Это в целом непротиворечивое описание. Здесь нет ничего такого. Однако, кажется, что это не тот мир, в котором мы хотели бы жить. Кант использует подобный. Почему? Потому что мы должны считать, что иногда мы можем захотеть, чтобы нам помогли. Мне кажется, аналогично можно сказать, что я не хотел бы жить в мире, где все, в том числе я должен был бы тайно ненавидеть евреев. мне кажется, это неприятный мир. Я не хотел бы иметь эту мысль в качестве закона природы, воспользовавшись второй формулировкой, второй версией первой формулировки циферического императива, которую он, кстати говоря, не рассматривает. Он понимает тесную универсализуемость только через первую формулу, что, в общем, полно имеет соответствия, насколько я понимаю, современным реконструкциям хэнтианством, но это, может быть, не так уж и страшно. Вот, в целом, это его негативная программа, его позитивная программа представляет собой довольно многословный, хотя книга небольшая, но тем не менее, понигидик, такое восхваление тому, что мысль должна быть свободна, потому что, если она не будет свободна, мы не сможем приходить, не будем следовать за аргументами туда, куда они нас ведут, это нас ограничит и сделает горизонт нашего опыта меньше, мы не будем признаваться себе в том, что мы за люди и в целом высушит наше существование. В оставшиеся у меня пару минут я скажу некоторые критические замечания, не касающиеся деталей, связанные с Кантом, которые я уже высказал, а именно замечания относительно общей программы. Мне кажется, эта книга очень хороша тем, что, если вы с ней не согласны, как в каких-то конкретных общей подходе, она показывает вам места, где вы можете всунуть, так сказать, свои пять копеек, но в случае Кант я продемонстрировал это на, так сказать, частных моментах, а в случае общего подхода, мне кажется, что Шерн не обсуждает, и это плохо для того, что он делает, связь между тем, что нечто является дурным, тем, что нечто является объектом ответственности и тем, что нечто является запрещенным. Вот эти три понятия, значит, что нечто дурное, ответственность и запрещенность, концептуально являются связанными, в то время, как он переходит от первого, то есть, от дурного к запрещенному напрямую. Кажется, что он так рассуждает, что надо показать, что эти мысли, которые мы обсуждаем, предположить, нехорошие на самом деле, не являются нехорошими, поэтому они не являются запрещенными. Мне кажется, что это концептуально ошибка. Вполне можно утверждать, что эти мысли являются плохими, просто в силу того, что сравнивая дискрипции мира, в котором такие мысли есть и в котором их нет, или в том числе локальной дискрипции жизни человека. Можно утверждать, что лучше бы, чтобы никто не фантазировал о насилии и прочих нехороших вещах, которые он обсуждает. Это было бы более хорошо, но из этого не значит, что нечто, что является дверным, всегда является субъектом ответственности. Можно иметь плохую черту характера, можно иметь нечто плохое в своих мыслях и не нести за это ответственность. Это показывают аргументы манипуляции, например. С другой стороны, можно нести в каком-то слабом смысле ответственность за имение у себя плохих мыслей, но из этого не следует, что это что-то запрещенное. Вот этого перехода я тоже не вижу. Мне кажется, можно согласиться с тем, что он говорит по поводу свободы мысли, что это не должно быть запрещено, хотя бы, мы должны допускать разного рода предположения и не стоит сразу засовывать себя в моральное болото всеобщего осуждения в момент, когда вам неожиданно пришла в голову какая-то неприятная мысль, которая кажется вам морально нехорошей. С этим можно согласиться, но за это не следует, что эта мысль находится за пределами моральной критики, к чему он, кажется, нас склоняет. Вот на этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Жень. Коллеги, есть ли уточняющие вопросы к Евгению? Если нет, то у меня будет один. Насколько я смог понять, Шер говорит исключительно про аккаунтабилис, то есть про ту моральную ответственность, которая предполагает какого-то рода санкции, будь то негативные или позитивные, то есть это Блеймворсе и Прейсворсе. Верно ли я увидел, что по сути ничего другого под моральной ответственностью он в виду не имеет? То есть если мы возьмем два лика моральной ответственности Уотсона, атрибутабилити он не имеет в виду под моральной ответственности? Текстуально на это ответить достаточно сложно, потому что он, как я и сказал, пропускает вот эту идею ответственности, которая должна, как мне кажется, быть последующей между идеей того, что что-то плохое и что-то запрещенное. То есть он переходит от того, что что-то плохо сразу к тому, что это запрещено, почти не говоря, что это за плохое, мы несем ответственность. Вот этой связки просто в книге почти нет. Она там, может быть, разве что подразумевается. Но если пытаться, так сказать, угадать его мысли, я думаю, ты правильно угадал. Он имеет в виду такие сильные какие-то санкции. Хорошо, спасибо. И если больше вопросов ни у кого нет, я передаю слово Владе. Пожалуйста, Влада, полчаса у вас есть. Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили меня поучаствовать в этом научном семинаре. Я выступаю в роли критика, но перед тем, как озвучить свои критические соображения по содержанию книги, я бы хотела кратко отметить ее особенности, которые мне показались особенно интересными. Книга Шера достаточно лаконична, она написана простым, доступным языком, и ее чтение действительно было для меня в удовольствие. Мне показалась хорошей последовательность изложения Шером его мыслей, аргументов, понравилось ненавязчивое использование метафорических приемов, которые оживляют и без того достаточно живую книгу. Начиная с самого названия, в котором проводится параллель между нашим сознанием и огромным Диким Западом, жизнь в котором идет по своим законам, и заканчивая образом дамбы, которые представляют собой ментальные ограничения, блокирующие и перенаправляющие естественный поток мысли. В принципе, мне кажется, что можно выделить основной тезис и две стратегии аргументации, повторяющиеся на протяжении всей книги. Это тезис, что пока мысль не проявляется в действии, она не подлежит моральному осуждению. И какая уж аргументация? Первая, аргументация, которая часто именно повторяется на протяжении всей книги. Первая, это даже нейтральные действия и мысли могут приводить к негативным последствиям. И в доказательство Шер приводит много примеров, начиная с того, что когда человек покупает последнюю луковицу чеснока, он может помешать амбициям следующего покупателя, который планирует важный ужин. То есть мы как бы действуем во вред другому, но действие не является неправильным. Или же он говорит, что какие-то извращенные фантазии навязчивые и парализуют. И контраргументом он ставит то, что у человека может быть нейтральная фантазия, нейтральная какая-то навязчивая мысль, то есть о родинке, на руке о сокращении биоразнообразия, и это тоже будет как бы парализовывать его и блокировать от какой-то конструктивной деятельности. Ну и, например, имея нейтральное убеждение, что человек опаздывает, он повышает в шансы создать аварийную ситуацию. То есть вот такая вот у него есть аргументация, часто встречающаяся. И второе – это угроза, которую представляет зловредная мысль, фантазия или убеждение для ее обладателя и для других людей никогда не является достаточно высокой, чтобы быть подвержены моральному осуждению, и здесь он апеллирует к тому, что у человека есть достаточно высокая, как он считает, ну, в принципе, степень самоконтроля. Ну, об этом я чуть-чуть попозже еще скажу. Изначально при беглом знакомстве с книгой мне показалось, что я разделяю позицию Шера и сфера приватного действительно не является объектом морального регулирования. То есть даже самые неприятные и вредоносные мысли могут теоретически быть оправданы, поскольку, например, они способны играть терапевтическую роль, предотвращая реализацию действий необдуманной фантазии. То есть я могу представить, что в то время, как табу на определенного рода фантазию может поспособствовать превращению этой фантазии в навязчивую фантазию, поспособствовать реализации этой непродуманной фантазии в импульсивном действии. Размышление над этой неприятной, злой фантазией может быть средством, которое поможет человеку как-то проще к ней отнестись, отпустить ее, найти истоки, продумать последствия, сформировать такие убеждения, которые воспрепятствуют этой фантазии реализоваться в реальности, даже если для этого будут созданы все условия. И даже при повторном про чтение книги я тоже в целом осталась удовлетворена доводами Шера, особенно в части его позитивной аргументации. Я имею в виду мнение Шера, что ограничения, накладываемые на область приватного, могут исказить наши когнитивные процессы и в какой-то мере отразиться на нашем самопознании, привести к формированию у нас неполной картины мира. Вот, это такое вступительное слово, и теперь я перехожу к критической части. Во-первых, мне показалось несколько странным, может быть вызывающе сильным утверждение, которое у Шера выступает отправным тезисом для его дальнейших рассуждений. Оно звучит следующим образом, хотя я не могу этого доказать, я убежден, что каждый живой человек часто кровожаден и еще чаще имеет грязные мысли, и что в жизни любого человека не было бы дня, когда у него не было бы мыслей, которые бы он побоялся выразить. Как мне кажется, по-видимому, для Шера подобное состояние человека является чем-то совершенно нормальным, но мне кажется, что состояние, когда у человека в течение дня, может быть, недели, не возникает каких-то негативных, злостных мыслей, фантазий, чувств, основанных на предвзятых убеждениях, то вот это совершенно нормальное состояние. Мне кажется, так. и Шер, по-видимому, даже не рассматривает возможность существования людей, в сознании которых отсутствуют хотя бы перманентные злостные мысли, фантазии и установки. Может быть, я тут ошибаюсь. Во-вторых, Шер пытается доказать, что даже повторяющиеся или перманентные неприятные мысли человека лишь незначительно повышают риски того, что на их основании человек может совершить морально неправильное действие, например, поскольку до последнего человек может оставаться в состоянии контролировать себя. И здесь было бы здорово, если бы Шер мог как-то эмпирически подкрепить свои рассуждения на ссылки на эмпирические исследования, потому что для меня его позиция выглядит немного неубедительно. И, опять же, здесь моя интуиция говорит иначе. И я считаю, что повторяющиеся приватные мысли могут существенно повышать шансы того, что человек совершит морально-предосудительное действие. Шер здесь апеллирует к самоконтролю, который с его точки зрения является нормой, из-за которой извращенные фантазии, предвзятые убеждения тех, кто признает моральное ограничение на действие, часто не представляют неприемлемого риска вредных действий. И теоретически я готова в это поверить. То есть человек, который продумывает до мелочей, как можно убить какую-нибудь надоевшую собаку, может быть, соседа, или ограбить банк, может начать готовиться к совершению действия. Тем самым он как бы создает гарантию его реализации. Но в последний момент он может отказаться от действия, и тем самым он с точки зрения Шера, как я понимаю, лишает моралиста возможности морально осудить его мысли. И если я правильно поняла Шера, то он даже не считает подготовку к реализации зловредной мысли или фантазии тем, что достойно осуждения или тем, что является основанием осуждать мысли. мне же кажется, что вероятность совершения морально неправильного действия на основании зловредной мысли и вероятность ослабления самоконтроля у человека никак не противодействующего таким мыслям все-таки довольно высока. Да, пока мысль или фантазис не проявились в действии, их не осудишь морально. Мне лично кажется, я не могу поспорить с главным тезисом Шера, но я не согласна с его второстепенным тезисом о том, что мысли любого рода не надо никак ограничивать. И еще мне кажется, что, наверное, морально возможно осудить без действия в отношении собственных нежелательных и потенциально вредоносных мыслей, хотя, наверное, уже постфактум. Мне кажется, важным разграничение мыслей, которые возникают на периферии и которые репрезентируют наш характер, постоянно находясь у человека в голове. Сам Шер различает узкие и широкие черты характера, но защищает допустимость порочности обоих на основании все того же предположения, что человек обладает достаточным уровнем самоконтроля. Пока мысли, проистекающие из черт характера, не проявляются в действии, они вне досягаемости морали. По-видимому, Шер считает, что дурной характер человека – это нечто естественное, настоящее, то, что человеку нужно просто принять, потому что устранение каждой единичной злой мысли или работа с каждой отдельной установкой фантазии – это непосильная и бесконечная задача. Когда я читала, у меня напросилась такая аналогия позиции Шера с греческой апорией про Ахиллеса и черепаху, то есть сколько бы шагов Ахиллес не делал, черепаху ему не догнать, поскольку она тоже делает в это время несколько шагов вперед. И также и человеку не достичь эвдомании или каких-то значительных изменений в своем характере с точки зрения Шера, потому что любое положительное изменение просто незначительно. Человек будет продолжать мыслить, продолжать фантазировать, предвзято думать о других, как и раньше. Шер отказывает человеку о возможности достижения эвдомании из-за тесной взаимосвязи, всего в области ментального. В четвертой главе, в четвертом функции он пишет, что «быть жестоким человеком значит обладать глубоким и всеобъемлющим набором взаимосвязанных склонностей наслаждаться страданиями других, замечать возможности причинять их, действовать в соответствии с ними, когда они возникают, фантазировать о том, чтобы заставлять людей страдать». И, как он считает, на эти склонности вряд ли сильно повлияет подавление любой данной жестокой мысли. Вклад, который любой отдельный отказ от жестокой мысли может внести в искренение соответствующего порока, он пишет, в лучшем случае будет незначительным. Здесь я согласна с тем, что в сфере ментального все взаимосвязано неуловимыми ассоциативными связями. Но мне все-таки кажется неправдоподобным отказывать человеку в возможности изменить даже свои широкие устоявшиеся черты характера, создавая препятствия для мыслей, которые с большой вероятностью могут привести к морально-предосудительному поступку. То есть, как мне кажется, есть случаи, когда ариотическое осуждение мыслей очень близко подходит к моральному. Также мне непонятно, почему Шер считает, что, например, у человека, у которого есть фантазии о детях, мысль о друге, может вызвать мысль о его дочери. Кажется, что Шер проводит слишком сильную связь между невинными мыслями, которые мы должны убрать, потому что они могут вызвать нежелательные ассоциации, и плохими мыслями, которые моралист может осуждать. То есть, слишком сильно заявлена слабость человека перед мыслями. и вот в сумме, потому что я сейчас сказала, маленькое такое суммирование, я здесь вижу две непрозрачные и, возможно, ложные посылки. Первое, мы практически не можем контролировать появление таких мыслей, за которые люди, мы сами, или моралисты, с которыми спорит Шер, могут нас осуждать. Мы не можем их контролировать из-за самых невинных ассоциаций. И второе, то попытка контролировать приведет к тому, что мы будем неспособны полноценно жить, потому что нам придется выстроить целую плотину для нашего ментального потока, и она неизбежно исказит его естественное течение. Также, мне кажется, неубедительной позиции Шера, что, поскольку жестокий человек, который подавляет жестокую мысль, остается жестоким, его основания не иметь порока, сами по себе не будут основаниями не иметь мысли, потому что он остается жестоким, что бы он ни делал. И здесь можно, ну, лично мне кажется, что все-таки он может стать менее жестоким. Мы можем работать с нашим характером, при этом не насильственно подавляя и заглушая одну конкретную мысль или установку, которая нам кажется неправильной, и не пытаясь устранить все бесчисленные нейтральные факторы, да, ну, это действительно невозможно, согласно с Шером, которые могут привести нас к появлению злостной мысли или фантазии. Мы можем просто выявлять комплекс самых очевидных неправильных мыслей, идентифицировать возможные причины их появления, может проводить своего рода воспитательные работы. И, возможно, большей смелостью будет не принятие человеком того факта, что он порочен, как утверждает Шер, а именно нахождение истока мысли, фантазии, установки, может быть, признание их безосновательности, лежащего в основе заблуждения. Здесь может быть уместным эпистемическое осуждение, которое отразится на лучшем понимании человеком самого себя и на изменении как характера, так и возможных действий. Ну, то есть, да, мое возражение не задевает главный тезис Шера, что моральному осуждению мысли не подвергаются. Но все-таки второстепенный тезис, что им надо дать полную свободу, я бы хотела его оспорить. Еще во второй главе Шер пользуется, как мне кажется, типичной для себя стратегией, я о ней в самом начале сказала, доказательство допустимости иметь порочные мысли и установки, предлагая пример, в котором нейтральная или даже положительная мысль или установка могут привести к негативным последствиям. Это пример с чутким Альфонсо, который по ошибке не удовлетворяет своей установке на личное самосовершенствование, добродетельность, и расстроившись из-за того, что он так сплоховал, он срывается на другого человека и начинает просто чувствовать себя никчемным из-за оплошности. И Шер считает это примером того, как хорошая установка, чуткость, стремление быть добродетельным, щедрость может привести к морально-предосудительному действию. Я же считаю, что в данном случае наверное не хорошая мысль или установка приводит к действию, а именно черта характера, то есть вспыльчивость Альфонса и также неспособность его к самоконтролю. То есть мне кажется этот пример немножко бьющим мимо цели и показывающим более того слабость и неспособность человека всегда контролировать себя. И Шер пишет также в четвертой главе в третьем пункте, у него третий пункт дважды повторяется, который второй раз повторяется. По любым стандартным меркам многие, кому удается держать свои плохие мысли строго при себе, ничуть не хуже из-за того, что они широко к ним предрасположены. Но я также не уверена, что с этим можно согласиться. Мне кажется, что такие люди зачастую более злые, раздражительные, обидчивые. И опять же, мне кажется, что это повышает все-таки их вероятность, вероятность того, что они совершат какие-то предусудительные поступки. Но возможно, это просто какая-то борьба на уровне интуиции у нас с Шером. Также Шер считает, что человеку не разрушает простое получение удовольствия от существования плохого, пока он сам не поощряет и не стремится к плохому. И здесь он, видимо, не считает даже, что такой человек, который просто получает удовольствие, он будет, например, менее склонен помочь. То есть мои основные возражения с точки зрения данной аргументации связаны с интуицией, что человек не может себя все-таки как-то чувствовать хорошо, может быть, даже вести себя хорошо, будучи полон непроявленной злобы. Шер еще утверждает, что самые порочные мысли допустимы до тех пор, пока польза, которую они приносят, достаточно велика. Например, вышеупомянутые личные удовольствия от существования плохого, которое, возможно, еще и препятствует в каком-то смысле осуществлению этого плохого в действии. То есть, да, возможно, нерегулярно порочная мысль и ее развитие вместо подавления может спасти от конкретного сиюминутного вреда. Но на дистанции, с моей точки зрения, такая мысль представляет собой опасность, потому что мы можем представить всегда случай навязчивости, который приведет к тому, что человек просто сорвется. Ну, также в части, где Скэнлон говорит про Канта, о, Скэнлон, где Шер пишет, про Канта, он пишет, что те чувства и реакции, которые приходят непрошенными, не являются свободными и не являясь ментальными действиями, они не могут быть связаны с максимами. В общем, это его рассуждение про максимы, и хочется его спросить в этом пункте, вот если бы у всех были порочные мысли, с которыми бы мы не работали, то каким было бы человечество? Да, Шер, ну, он прямо там говорит, когда приводит пример с раем, в котором все думают о хорошем только, и говорит, что это, наверное, было бы невероятно скучным. То есть можно представить, что с его точки зрения, даже если бы у всех, вот такая вот максимум, у всех были бы плохие мысли, фантазии, установки, то человечество было бы только лишь бесконечно интересным, обладающим способностью к тонкому юмору, к глубокому погружению в себя. Ну, вот мне кажется, может быть, Шер все-таки здесь что-то важное упускает, из-за чего полностью нельзя разделить его оптимизм. Но опять же, может быть, это просто моя интуиция, потому что я не знаю, как точно доказать свой тезис здесь. И мое замечание, касающееся именно критической части доводов Шера, Шера не проводит различия, либо, если он его проводит, то он не делает его магистральным, это различие между моральным осуждением порочной мысли и простой оценкой мысли. То есть плохие, ну, есть действия, действия плохие, если произойдут в реальности, поэтому мысль не подлежит осуждению, но с мыслью стоит работать. То есть моральное осуждение и просто оценка. И, ну, может быть, он не опирается на это различие, не говорит о необходимости как-то вмешиваться в область приватного, потому что, во-первых, это увидит его доказательства основного тезиса, что именно моральному осуждению мысли установки убеждения фантазии подвергнуть быть не могут. И второе, он действительно считает, что даже если мы просто оцениваем мысль как нежелательную, у нас нету никаких оснований ее ограничивать. Вот первое, я принимаю, и второе, я не могу принять. Это что касалось его критической части, теперь позитивные аргументы. Наименее важный комментарий, который я бы хотела сделать, касается одного примера, который приводит Шер. Почему-то он меня зацепил. Шер рассматривает как саму собой разумеющуюся позицию, что родители могут или даже должны быть морально обязаны верить, что их ребенок невиновен в преступлении наравне с позицией, что в наше время люди должны поддерживаться установке, что мужчины и женщины равны во всем. Он рассматривает эти позиции, когда хочет показать, что некоторые моральные ограничения, которые мы на себя накладываем, могут сделать нас слепыми, невосприимчивыми к доказательствам, которые свидетельствуют против них. И если я вижу хоть какие-то основания для того, чтобы по умолчанию принять или хотеть принять вторую позицию про равенство, то я совершенно не вижу для принятия первой. Почему я должна верить, что мой гипотетический ребенок не в состоянии совершить преступление? Вот это для меня загадка. Но мне просто кажется, пример не очень удачный, он тем более несколько раз приводит, но, наверное, может быть, не очень важный. Важный положительный аргумент ШРМ состоит в том, что ограничение мыслей ведет к тому, что человек становится неспособным думать о чем-то искренне, раскованно. Моральное осуждение приводит к ограничению нашей способности следовать своим мыслям, дабы они нас не вели. Здесь я с ним согласна. Но то, что вся ментальная свобода имеет значимость, вот это кажется мне достаточно спорным тезисом. Для нас были бы значимы все ментальные акты, если бы та ценность, которая относится ко всему ментальному, была выше тех рисков, которые свобода ментального иногда может нанести. Мне кажется, что существуют такие ментальные акты, которые приводят к вреду, который более значим, чем ценность того, что та или иная мысль свободно обдумывается и продолжает жить. То есть мы можем представить мысли, которые вполне могут нанести вред. Ну, например, людям с абсцессиями или склонным к ним, может быть, параноикам, вряд ли важна такая свобода, и более того, она может сама по себе являться вредом. Но мы всегда можем сказать, что да, Шер говорит здесь об обычных здоровых людях. Зачастую люди не хотят думать неприятные и порочные мысли, которые даже не обязательно связаны с их моральными убеждениями. То есть причиной нежелательной мысли иногда может быть травматичный опыт. То есть если человек получил какую-то психологическую травму в детстве, и он не может прожить ни дня, не вспоминая о том, как, например, убили его родных, желая отомстить, или военный, который во Вьетнаме воевал и все еще думает о людях азиатской внешности, и как-то опасается их, или тоже думает об убийствах. Получается, что в данном случае, как мне кажется, ментальная свобода думать такие мысли наносит вред. Причем как человеку, который обдумывает, так и может быть его близким, с которым он живет. И врач через психотерапию может помочь человеку забыть и перестать думать эти мысли. То есть здесь порочно не действие, которое на основании мысли может осуществиться, но даже не оно, а вредно именно для психологического здоровья самомысля, само ее наличие. И если мысль касается психологического здоровья, и человек ничего не делает, чтобы быть более здоровым ментально, то мы можем осуждать то, что человек не препятствует развитию этих мыслей. Как мне кажется, даже если сами мысли не подвергаются моральному осуждению. То есть мне кажется, что иногда создается впечатление, что Шер не понимает, что одна мысль может подмять под себя ментальную свободу человека в некоторых случаях. и также в связи с позитивной аргументацией Шера мне понятны предпосылки, почему Шер считает женоненавистничество или расизм такими чертами характера, пойдя против которых в соответствии с требованиями морали, человек пойдет против себя и будет разделен против самого себя. Шер пишет, что даже когда приверженность человека морали возобладает, человек все равно останется подвержен влиянию своего непобедимого женоненавистничества и неуверенности в себе. То есть императивы морали будут его императивы характера будут толкать в одном направлении, а моральные обязательства будут тянуть в другом. То есть он здесь говорит, что убеждения сущностные, такие вот подобные этим двум примерам, сущностные характеру человека. Но хочется мне задаться вопросом, а что если, например, женоненавистничество и расизм это просто предрассудок из детства, а исконное убеждение заключается в том, что они равны. То есть если бы у человека было другое детство, то такого убеждения бы не было. Как нам различить, что действительно присуще характеру человека. Кроме того, уже завершая, я не согласна с рассуждениями Шера о злорадстве. Он пишет, что злорадство возникает из-за того факта, что в определенных отношениях каждый чувствует себя плохо, подавленным заботой, завистью или печалью, и вред, который постигает другого, делает его равным нам. И это как бы успокаивает нашу зависть. Но мне не кажется, что злорадство успокаивает нашу зависть, и мне кажется, что это успокоение иллюзорно. Человек может привыкнуть к злорадству, к потаканию своим порокам и начать смотреть намерно-отменно. И точно так же я не согласна с высказыванием, что есть что-то глубоко успокаивающее в том, чтобы отдаться своим враждебным чувствам. Он пишет, что тревожно бояться, что кто-то лишил тебя свободы, и откровенное признание своей ненависти — это способ ее восстановить. Но, опять же, с моей точки зрения ничего особо успокаивающего здесь нет, напротив, это тревожит такое чувство и прокладывает мостик к тому, чтобы успокаивающее чувство превратилось в тиранизирующее чувство, которое может потенциально подтолкнуть к дурному действию или бездействию. Мне нравится тезис о том, что если бы нам всем удалось подавить наши своенравные, распутные, уродливые мысли, то мы бы лишились отчасти нашей эмоциональной сложности, которая делает жизнь в обществе, да и пребывания наедине с собой, или чтение художественной литературы особенно интересным. Но грань между интересным и опасным, мне кажется, может быть довольно тонкой. То есть я здесь не разделяю оптимизм Шера в отношении способности человека контролировать себя. По Шеру установить моральные ограничения на то, во что мы можем верить, чувствовать или воображать, значит отказаться от нашего господства над единственной вещью, которая полностью принадлежит нам. Огромный мир субъективности, в котором мы можем идти куда угодно и делать что угодно. И я согласна с такой позицией, но поскольку я не считаю устоявшиеся убеждения и черты характера чем-то сущностным, не подлежащим корректировке, причем действительно не осуждая их, я бы добавила, что мы свободны путешествовать в нашем ментальном пространстве без ограничений до того предела, пока наши мысли и склонности не начинают контролировать нас. Ну и если резюмировать, некоторые мои основные возражения, они сводятся к трем пунктам, наверное. У нас, во-первых, с Шером разные исходные интуиции и понимания того, как устроен мир и человек, если можно так сказать. Во-вторых, я согласна с основным тезисом Шера про моральное осуждение, но не со второстепенным. Шер считает, что мы не можем осуждать людей, которые не работают над мыслями, потому что наш самоконтроль всегда сильнее. Ну, с моей точки зрения это не так, и позволение порочным мыслям быть и развиваться, как мне кажется, существенно может повысить шанс того, что мысль просочится через этот барьер самоконтроля и воплотится в действии. И третье, мысли по Шеру не нужно, в принципе, осуждать, потому что они ни к чему плохому не приводят, чаще всего, у нас есть самоконтроль, а может даже приносят благо. И да, они могут принести благо, но мы также можем предполагать, что существуют такие мысли, которые могут нанести вред. То есть я считаю, что аргументация Шера не подходит ко всем случаям. Вот. Наверное, здесь все. Спасибо. Спасибо большое, Влада. Коллеги, есть ли какие-то дополнительные уточняющие вопросы к Владе? Если нет, то я думаю, мы можем перейти к дискуссии. У нас по пять минут в реплике, ну, пять-семь минут у нас короткие выступления получились сравнительно. Артем Беседин, пожалуйста, тебе первое слово. Спасибо, спасибо, Андрей. Спасибо за выступление. Я часто на наших семинарах ругаю книги. Не буду изменивать эту традицию. Я хотел сказать, что самые большие эмоции у меня вызывают те книги, с которыми действительно хочется спорить. А тут очень холодно. безэмоционально я отреагировал на прочтение этой книги, просто потому, что мне кажется, что в ее основании лежат несколько, ну, вот, по крайней мере, две такие ошибки, которые очень сложно не заметить, на мой взгляд лично. Я начну, да, я хочу сказать спасибо Жене за то, что оказал мне вот на эту книгу по моральной ответственности. мне нужно будет ее прочитать обязательно. Я знаком с Шером только с политическим философом, и пока что мое ощущение такое, что в политической философии он рассуждает лучше, чем в моральной, возможно. Я хочу начать с названия этой книги. Если уж автор решается на какие-то метафоры в названии книги, то он может, должен быть готовым к тому, что его могут проинтерпретировать не так, как он этого хочет. Возьмем этот Дикий Запад. Что такое Дикий Запад? Во-первых, Дикий Запад это легенда. Никакого Дикого Запада в том понимании, в котором Шер его хочет представить, по большому счету не было. Это образ, созданный голливудским кинематографом или там литературой, в общем, искусством. И в этом смысле это уже иллюзия. Это некая метафора, которая ни к чему не отсылает. Но даже если мы укажем на исторический Дикий Запад, если кто-то захочет со мной поспорить, показать реальные примеры, я отвечу, что даже если этот Дикий Запад существовал, его уже больше нет. Это показательно в том отношении, что мы можем эту ситуацию, которую Шер описывает, действительно исправить, изменить это в наших силах. В конце концов, он же за свободу в этом отношении выступает. Значит, в нашей власти и отказаться от того беспредела, который он нам предлагает. Такие, мне кажется, здесь есть фундаментальные трудности с этим. Меня категорически не устраивает тот категориальный аппарат, с которым работает Шер. Он говорит о мыслях, подводя под это и фантазии, и неявные установки, и убеждения, и все это у него проходит под одной категорией. Я даже не буду здесь вдаваться в какую-то дальнейшую критику. Надо разделять. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Действительно, там есть отдельная дискуссия, отвечаем мы за неявные установки или не отвечаем. Что касается возникающих в моем воображении образов, есть разные ситуации, когда я активно себе что-то представляю или нет. Да в конце концов, даже если я себе не активно это представляю, если мысли лезут в мою голову, например, представьте себе такую ситуацию, детектив расследует какое-то преступление, в духе тех, которые рисует шерф в своем воображении какое-то ужасное преступление, он себе в деталях представляет, как все происходило с точки зрения, допустим, убийцы или насильника, и то, что он себе все это так ярко представил, дает ему возможность раскрыть это преступление. И действительно, там, этот преступник несет наказание, но через некоторое время этот детектив обнаруживает, что, условно говоря, ночью лежит в своей постели, он представляет себя опять на месте этого убийцы или насильника, и ему это нравится, и его реакция, и наша реакция будет другой на то же самое, на то же самое, и вот это подводит нас, и его реакция, я хочу подчеркнуть, что он сам в этой ситуации может подумать, так, стоп, я как-то перегорел немножко на работе, кажется, ну, он может быть, наш детектив такого рода человек, скажем так, я немножко заработался, это надо, этого допускать нельзя, что я лежу, представляю, мне это нравится, например. Это подводит меня вот ко второму возражению фундаментальному Шеру, что он рассматривает мысли, как он их называет, со стороны только их контента, то есть его волнует вопрос о том, что какой-то контент, вот он, мысль с каким-то контентом плоха или нет, но вот против тезиса о том, что мысль с каким-то контентом сама по себе плоха, можно привести просто очевидные возражения, мысленные эксперименты, наподобие того, что я сейчас привел, то есть я надеюсь, все согласны, что когда детектив представляет себе эту ситуацию в ходе расследования, ну, в этом нет плохого, если только мы какую-то ханжевскую позицию здесь не будем занимать в этике или морали, и вот то, что он именно с этим спорит на протяжении всей книги, мне показалось просто неинтересным, здесь, мне кажется, нет просто предмета для спор, и он, мне кажется, по крайней мере, один раз меняет свою точку зрения, он начинает свою книжку с такой одной из заявлений, которое он делал в самом начале, что вот можно очень легко ответить на все эти вопросы, сказав, что мысли не поддаются контролю, то есть, ну, допустим, но я это не буду принимать вот такой аргумент, я буду рассуждать по-другому, а потом, когда он доходит до канта, вот Влада на это указал, он вдруг заявляет, что оказывается релевантно, оказывается важно, что мы не контролируем многие, большинство, большинство наших мыслей, но некоторые контролируем, некоторые нет, это опять вот то, с чего я начинал, что давайте отделять одно от другого, и попытаемся выделить там необходимые, достаточные условия, или что-то такое, и здесь, да, вот еще одну вещь я скажу относительно содержания самой книги, вот его последний вывод, он говорит, что нам нужно вот эту свободу сохранить для того, чтобы остаться человечными людьми, ну, знаете, мне напоминает такое заявление, что я не буду чистить зубы, чтобы быть более человечным, как бы мы можем вот что угодно взять и сказать, вот это моя индивидуальность, я вот хочу вот так выглядеть, хочу ходить с нечищенным ртом, с нечищенными зубами, и вот это мое право, на самом деле, в принципе, я даже не буду возражать, ну, хочешь думать там себе вот все эти пакости, пожалуйста, действительно, если это не будет влиять на твое поведение, в этом нет ничего плохого, но я согласен с Владой, что маловероятно, что это действительно никак не будет влиять. В целом, да, я уже завершаю, я в целом до чтения этой книги всегда думал, что я согласен с этой позицией, что вот приватные мысли не являются предметом ну, каких-то нормативных запретов, по крайней мере, но после прочтения, мне кажется, у меня появились серьезные основания не изменить эту позицию, хотя я все еще вот в целом, наверное, во многих аспектах согласен с этим выводом. Да, спасибо. Спасибо большое, Артем. Слово Оксане Черкашиной. Спасибо. Я сразу заявлю, что исхожу из той точки зрения, что контролировать мысли можно, и при прочих равных условиях это делает жизнь лучше. Ну, это просто практическое убеждение, основанное на собственной практике. тут меня Шер не переубедит. И, исходя из этих убеждений, я и построю свой комментарий. Я хочу сосредоточиться именно на практических рекомендациях автора и некоторых аргументациях его в пользу таких рекомендаций, а именно на аргументах от свободы самовыражения, свободы познания и возможности иметь опыт воображения чего угодно и иметь любые убеждения и способность отправить свои мысли куда угодно. Ну, вот у него, мне кажется, таких по свободе три основных пункта. Ну, и с каждым можно спорить. Самовыражение, вот, соглашусь с предыдущим выступающим, самовыражение дело хорошее, насколько далеко может оно заходить, может, действительно стоит все-таки зубы чистить. И своими мыслями человек не только выражает себя, но и создает. Поэтому опираться на соображение свободы и делать что-то плохое, это значит просто выбирать определенный путь собственного развития. Хотя путь мог бы быть другим и соответствовать каким-то другим идеалам или целям того же самого субъекта. Дальше автор говорит о свободе познания. Он говорит, что факт упрямая вещь, если хочешь быть разумным человеком, то придется быть в контакте с реальностью. Чтобы быть в контакте с реальностью, нужно позволить себе любые мысли соответствующие реальности, поскольку мир от нас якобы не зависит. При этом автор игнорирует тот факт, что об одной и той же реальности можно корректно думать по-разному. Корректно в смысле адекватно. Когда старушка в очереди копается с купонами, реальность состоит в том, что она копается с купонами, не более того. Дальше можно ее по совету автора возненавидеть, швырнуть в нее мороженым, можно ей посочувствовать, можно ей помочь. Мысли при этом будут тоже разными и все об одной и той же реальности. И мир думающего субъективно будет разным. В нем будет или злая эгоистичная старуха, или будет благодарность за свое собственное здоровье, благодаря которому он не будет так копаться с купонами. Или там будет в этом мире человек, которому будет приятно просто помочь. Так что слова автора, что мир не зависит от нас и от морали, ошибочно. Как минимум субъективный мир очень зависит. В этом смысле, на мой взгляд, очень важна интеллектуальная и эмоциональная гигиена. То есть именно отслеживание и контроль собственных мыслей и эмоций. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что допущение дурных мыслей это вовсе не свобода, как пытается доказывать автор. Нет, это один из вариантов реализации свободы. Альтернативный вариант реализации свободы – это самоконтроль в области мыслей. Заметим, что человек смертен, его время жизни ограничено, а значит, у человека может быть только ограниченное количество мыслей. При этом приходится выбирать, какие мысли иметь, а какие лучше оставить за кадром, от каких лучше отказаться, потому что мы не можем иметь все возможные мысли. А основания уже для выбора, какие мысли иметь, какие нет, могут быть различными. одно дело, когда мы отслеживаем свои мысли в профессиональной сфере. Мы вынуждены следовать истине, куда бы она ни завела, и при этом мы должны сосредоточиться на том, чтобы преследовать именно эту истину, а не какую-нибудь другую, не относящуюся к делу. в частной жизни мы можем стремиться не столько к адекватному познанию действительности, сколько к каким-то другим ценностям. Например, если мы хотим быть счастливыми и беззаботными, то, может быть, нам газеты читать не следует. И вообще знать о том, что происходит в этой реальности, нужно очень, к познанию реальности, нужно относиться очень осторожно и не злоупотреблять новостями. Вообще в смысле целей и оснований для выбора можно привести очень разные примеры. По самым разным причинам требуют самоконтроля в области мыслей такие разные сферы человеческого бытия или деятельности мышления, как христианство, буддизм, занятие математикой, занятие спортом. Это нужно в одних случаях для стремления к победе отслеживать мысли, для правильного и полного решения задачи, для спокойствия и безмятежности, для единения с Богом. И все это связано не только с ценностями, но и с определенным опытом, который человек переживает. Теперь вспомним тот опыт, к которому призывает Шер. мы легко можем вообразить каков субъективный мир человека, культивирующего злые, грязные, жестокие мысли или что он тоже приветствует заведомо ошибочные мысли. Но тут хочется сказать, что автор смотрит со своей позиции, а чтобы с одной позиции, а чтобы сравнивать разный вид опыта, ему следовало бы посмотреть с обеих сторон. И с позиции допущения любых мыслей, и с позиции самоконтроля или гигиены в области мыслей. И я не уверена, что автор делала это, что он смотрел с обеих сторон. Мне кажется, что нет. Подытожу. Свобода предполагает возможность выбирать, а не культивировать мысли те или иные. Культивирование тоже, культивирование не является само по себе свободой. Свобода предполагает выбор, а выбор основан на целях. И если цель быть счастливым, то, может быть, ядовитых мыслей имеет смысл избегать. Это легко проверить. Включите новости, посмотрите их с ненавистью, вам сразу и надолго станет плохо. А еще лучше не делайте этого. На самом деле, во многих случаях вполне возможно контролировать мысли. А, кстати, верующие могут еще и попросить о помощи в этом свыше. И сейчас, кстати, для этого самое подходящее время, так получилось, что наше обсуждение приходится на первую неделю Великого Поста. У меня все, спасибо. Спасибо большое, Оксана. Слово Артему Яшину. Вот про название. Я бы метафорически назвал свой ум не Диким Западом, а Священной Римской Империей, которая не священная, не римская и не империя, но она пытается и даже успешно воюет сама с собой. Вот, как-то так. То есть, ну, тут надо развести, опять же, запретное дурное, как это, по-моему, довольно убедительно сделал Евгений. Вот, это правильная мысль, по-моему, совершенно, что очень много есть дурного, запретить что-то сложно, это то еще дело, ни о каком тотальном контроле речи не идет, но нужно стараться вот, направлять что-то куда-то, в общем, пытаться делаться так вот. А Влада просила какой-то эмпирики от Шера. Я вот о чем подумал вообще сегодня. Я не посмотрел статьи, они наверняка есть. Вообще, эмпирически изучать, как, вот, с таких консеквенционалистских позиций влияют мысли о чем-то на поступки довольно сложно, потому что мысли, они плохо контролируются экспериментально, тут ничего не увидишь. Но есть такая близкая, по-моему, область, как исследование влияния видеоигр на поступки. Вот там дети играют в игры, ходят всех, убивают где-нибудь в GTA, и потом, что с ними происходит, вот, влияет ли это на насилие. И вроде кажется, что нет, но, скорее всего, там что-то более сложное, надо просто посмотреть. Статьи, это намного лучше контролируется просто, там, играет кто-то в игры или нет, и как это отражается на его настроении, эмоциях, суждениях и прочем. Вот. Тут в связи с этим вот что может возникнуть. Допустим, когда я, например, играю в игры, что бывает редко, или там другие люди говорят о похожих вещах, очень легко, допустим, играть в какую-нибудь стрелялку, бегать и в кого-нибудь стрелять, и довольно тяжело, я скажу сейчас, в каком смысле тяжело, выбирать опции диалогов в играх, потому что, когда я выбираю опции диалогов, я искренне стараюсь не обидеть персонажей. Когда я в них стреляю и бегаю и не думаю о том, чтобы их обижать, ну, в принципе, как-то мне безразлично. И вот это к чему? Вот, может быть, этот самый какой-то корень вот этого всего, это перешагивание через эмоциональный интеллект. Вот ингибирование эмоционального интеллекта это довольно хитрая и, возможно, простая вещь. Возможно, в некоторых контекстах. Это глубоко не очевидно. Вот, некоторые фантазии, может быть, так же, как игры, но это менее понятно. Некоторые фантазии, которые, допустим, довольно подробные там фантазии о пытках, смерти, о чем-то вот плохом, подробные фантазии могут, так как это репрезентация всего того, что там происходит, они могут запрашивать у фантазирующего ингибировать его вот, ну, эмоциональный интеллект или совесть, вот такие вещи. И это ингибирование может впоследствии, может быть, я точно не могу сказать, привести к более легкому перешагиванию в реальных обстоятельствах. То есть, может быть, что-то такое, потому что вот в реальных обстоятельствах все-таки у нас мы не можем использовать моральные теории вот в жизни прямо прикладным образом очень легко. Мы во многом опираемся на эмоциональный интеллект. Это наша важная просто практическая способность, позволяющая нам осуществлять мораль. Вот, это важный инструмент, который, потеряв, мы будем, несмотря на, допустим, принятие любых теорий, мы будем довольно ограниченно способны их применять на практике. Вот, может быть, об этом стоит подумать. И сейчас это вообще такая вот, по-моему, такая злободневная тема про наблюдение эмоционального интеллекта, и вот Оксана про это сказала, в общем-то, что за этим желательно следить. Вот, поэтому я бы сказал как-то так. Вот, может быть, в этом направлении стоит смотреть, что там говорят игры, и что там может быть с влиянием разных произвольных активностей на применение эмоционального интеллекта. Это вот может быть интересно. Спасибо. Спасибо большое, Артем. Я передам слово себе, и тут я в первую очередь скажу большое спасибо докладчикам и Евгению, Владе, и выступавшим до меня во многом те замечания, которые уже были высказаны, совпали с теми, что возникли у меня в ходе прочтения. Ну, вот я остановлюсь на двух, как мне показалось, смешениях, которые есть у Шеры, которые уже отмечались в докладах, в выступлениях, в силу которых его позиция просто не кажется мне убедительной. Первое смешение это смешение моральной ответственности и вменимости санкций. Это вот то, что я уже не уточнил, правильно ли я понял. И, похоже, действительно, Шер слишком тесно связывает турное и запрещенное, то есть то, что плохо в моральном отношении и то, что заслуживает неких санкций, например, наказание или положительное санкции поощрение. Со времен Строссона, как-то, по-моему, стало уже общепринятым вести речь о моральной ответственности в терминах реактивных установок, в терминах заслуженности этих реактивных установок по отношению к человеку за что-то, за некоторый моральный фактор, будь то действие или мысль и так далее. Само по себе это, конечно, не служит еще никаким доводом, но кажется очевидным, что эти реактивные установки не сводятся только к санкциям, не сводятся только к проявлению негодования или обиды, желания причинить вред противоположным позитивным установкам, но их класс гораздо шире, и в том числе они включают в себя, например, ариотические реактивные установки, оценку чего-то как просто дурного или плохого, как оценку человека, обладающего соответствующим моральным фактором, как заслуживающего восхищения или наоборот презрения, и Шер, как мне кажется, очень сильно сужает поле моральной ответственности, когда, как можно судить, не считает, что такая реакция, как презрение или восхищение, например, будет моральной реакцией. Почему, собственно, мы не должны так считать? Кажется, что они также могут быть моральными реактивными установками. Если моральным фактором является то, в ответ на что проявляются подобного рода реактивной установки, то кажется просто очевидным, и мы можем, кажется, констатировать, что мысли являются такими моральными факторами, в ответ на которые порой уместно, например, презирать человека. Поскольку Шер может возражать, что если у нас есть некая мысль, но мы никак ее не проявляем в поведении и действии, то мы никогда не узнаем о том, что у другого человека есть вот такая мысль. но здесь можно просто сказать, что реактивные установки могут быть обращены не только на другого человека, но и на себя самого. И в этом отношении я могу презирать самого себя за те дурные мысли, порочные желания, что-то еще подобное, которые у меня есть. Если это уместно, мое презрение по отношению к самому себе за некие ужасные мысли или чувства, то, коль скоро это моральная реакция, кажется очевидным, что моральная ответственность может возлагаться за мысли. Шир, исключая из области моральных реакций подобные аретические и прочие реактивные установки, кажется, просто не обозревает все поле. Но можно поставить еще другой вопрос, за любые ли мысли, желания и так далее мы можем себя презирать, корить или наоборот считать, что мы молодцы, гордиться собой и так далее. Тоже кажется, что нет. Не всякая мысль, которая есть у нас в голове, является той мыслью, которую мы принимаем. И это второе смешение, которое, как мне кажется, у Шера есть, на которое я хотел бы обратить внимание, что он как будто бы, и вот Артем Петрович, воспроизводя его пример про детективы, где Шер перескакивает от той ситуации, где детектив просто принимает в качестве предпосылки для размышления некоторое умностроение преступника и другим случаем, когда сам этот служитель закона обнаруживает в себе самом, как часть себя, как часть своего характера и так далее, мысли и желания преступника, не различая, не разделяя, не разводя в полной мере эти два случая, Шер, мне кажется, их смешивают, а это просто порочно для его выводов, в том смысле, что я могу открыть томик Маяковского, прочесть несколько слов обо мне самом, по-моему, это стихотворение, начинающаяся строчка «Я люблю смотреть, как умирают дети». И мне лично Маяковский очень нравится, это стихотворение нравится, и даже конкретно эта строчка нравится, мне кажется, она очень сильная, содержит мощный образ, и я, я не знаю, с каких-то литературических своих ограниченных позиций мог бы просуждать на тему того, как прекрасные строка, значит ли это, что я сам действительно люблю смотреть, как умирают дети, или я, или что я считаю, что человек, который принимает эту пропозицию как свою собственную, что с ней весь хорошо, что он не является моральным порочным. Нет, не значит. И у Сьюзан Вольф, и у Лауры Экстром, и у многих других теоретиков моральной ответственности можно найти специальные аргументы по поводу того, что далеко не каждая мысль, которая залетает нам в голову, является тем, за что мы несем моральную ответственность, или можем уместно нести моральную ответственность, но лишь те, которые встраиваются в нашу систему убеждений, систему предпочтений, которые мы принимаем как свои собственные, которые формируют нашу позицию, за которую нас можно спросить ответа, которую мы в принципе можем защищать и так далее. И в этом смысле, если Шер утверждает лишь, что любая непрошенная мысль, попавшая к нам в голову, не является предметом моральных ограничений или моральной ответственности, то с ним можно согласиться, но это тривиальная позиция, с которой кажется и так мало кто спорит. Да, к нам могут и залетать, будь то из книжек Майковского или просто откуда угодно, самые порочные мысли, в том числе о наслаждении за наблюдением за смертью детей. Но это не значит, что эти мысли мы принимаем, а вот если мы их принимаем, то в таком случае, да, мы можем за них нести моральную ответственность. Если Шер смешивает то и другое, то мне кажется, он просто неправ. А если он разводит их, то его позиция, как мне кажется, тривиальной. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо большое еще раз коллеге. Я передаю слово Антону Кузнецову. Добрый вечер, коллеги. Большое спасибо Евгению и Владе за замечательные доклады и всем, кто до этого высказался. Книга, я с ней категорически не согласен, но сама по себе она интересна, если думать о ней в контексте такого термина, как мысли преступления и свободы дискуссии. однако содержательно почему я не согласен с этой книгой, я продолжу, наверное, критику, которую высказывал Артем. Он говорил о том, что надо отделять мух от котлет, когда мы говорим о мыслях. Я бы, наверное, пошел бы еще дальше, потому что мне глубоко неясно, каким образом мысли могут быть сами по себе предметом моральной оценки именно в том смысле, в каком выставляет это Шерр. А я хочу напомнить, что он говорит именно о содержании мыслей. Он говорит так, как если бы вопрос контроля, характера, контекста и характера агента, никакого отношения к этим мыслям не имел, и тогда у меня возникает вопрос, а мысли это что? Это, не знаю, банка в горошине? Что такое мысль? Если под содержанием мысли иметь просто в виду формальное ее выражение, то есть, например, я любуюсь закатом, получаю удовольствие и думаю, какой красивый закат, то тогда содержание моей мысли может быть редуцировано к предложению какой красивый закат. Но тогда здесь никакой мысли просто не остается. Я хотел бы сказать, что вот как сказал до этого Андрей, что мысль нейтральна, в этом самом смысле мысль нейтральна, если мысль лишена всякого рода контекста, если она попросту оторвана от человека, который ее думает, от обстоятельств контекста, эмоционального фона, в котором это происходит, то такого рода мысль, во-первых, я не понимаю, как она может быть мыслью, но здесь можно, наверное, конвенционально договориться, но, во-вторых, она никогда не может представлять собой предмета для внесения каких-то моральных оценок или моральных разысканий. конкретные акты агента являются предметом моральной оценки. Сама по себе мысль в формальном смысле, как просто совокупность предложений, не может быть предметом какой-то оценки, если мою мысль выразить о любви с закатом и это думает Женя, я любуюсь с закатом, то формально эти мысли совпадают. Это одинаковые мысли? Совершенно нет, это вообще не одинаковые мысли. Когда человек думает, выстрелить ли ему у ружья, извините, он находится в расстрельной команде, и когда он думает об этом сидя на диване, это вообще две разные мысли. И в этом самом смысле формальное отделение мысли от контекста и от прочих вещей, связанных с контролем и с характером агента, оно просто не может быть проведено. Мне кажется, что проблема, которую ставит Шер, точнее, она понятна, но решение, которое он пытается провести, оно просто держится на таких концептуальных предпосылках, которые я просто никак не могу разделить. Спасибо. Спасибо большое, Антон. Я передаю слово Вадиму Валерьевичу, ведь дальше у нас будут заключительные реплики докладчиков, сначала Влада, затем Евгения. Вадим Валерьевич, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот многое, что я скажу, сейчас коротко, с Владой будет совпадать. Ну, так уж получилось, может, это и хорошо. В целом, работа бойкая, пока, я думаю, все согласны, интересная, провокативная. правда, вот такая странность в ней ощущается, она вроде бы и маленькая совсем, но вот как уже звучало, Женя, по-моему, сказал, в каких-то вопросах несколько затянутая, то есть маленькая, но затянутая, редкий такой случай, но не сильно затянутая. Ну, основную идею мы много уже сегодня обсуждали, вот если совсем коротко суммировать, я бы так вреда дурных мыслей нет, да, дурных фантазий, а польза есть. Почему польза есть? Ну, потому что они позволяют раскованным быть внутри самих себя, позволяют быть самим собой. Вот польза от этих дурных мыслей, они позволяют быть самим собой, а вред, который им приписывается, он на самом деле отсутствует. Ну, вот, два замечания. Во-первых, автор не доказал, что вреда вообще нет, я согласен, многие говорили сегодня. Значит, главный аргумент, который можно привести в пользу вреда все-таки от дурных мыслей, ведь очень просто, тоже сегодня звучал, если вам нравится фантазировать что-то дурное, вот, нравится фантазировать о чем-то дурном, то вы это дурное одобряете, вот это трудно отрицать, что это свет тут есть, а то, что мы одобряем, то мы стремимся естественным образом реализовать, тоже этот тезис сложно отрицать. Одним словом, действительно, вот как Влада говорил, дурные фантазии повышают вероятность дурных поступков, ну, и поэтому достойное осуждение так же как достойное осуждение нереализованные намерения. Вот, кстати, правда, вот насчет того, что Артем интересное сравнение с играми провел, вот действительно ли, ведь некоторые исследования показывают, что да, что в игры, можно играть в игры, в шутеры, в том числе, так называемые, и вроде как и не повышает. Хотя другие исследования говорят, что может быть повышают вероятность насилия. Но имейте в виду, ведь, что в большинстве этих игр там ведь аналогия может быть не вполне работающая. Там же эти герои, насколько я понимаю, бьются часто с какими-то злодеями, врагами, то есть это другая ситуация. Не то, что они невинных людей убивают в играх. Вот, когда была бы верная аналогия. Там-то люди чувствуют себя героями. Это совсем другое. Ну, ладно, в любом случае, значит, вот, действительно, я считаю, что этот аргумент трудно отбить, и дурные мысли достойны осуждения. Вот, мне кажется, автор, это у нас тоже в наших дискуссиях больная тема, автор, на мой взгляд, не прочувствовал то обстоятельство, что осуждения, это они не дискретные, осуждения, они имеют степень. Да, дурные мысли заслуживают осуждения, но не такого уж большого, не такого большого осуждения, как дурные действия. А для него такое ощущение, что если осуждение, ну, так оно во всех случаях должно быть одинаково. Ну, он так, конечно, не думает, но иногда кажется, что он как бы пропускает вот эти мысли. Что касается подавления, это второе замечание. Внутренней свободы, да, вот его позитивный тезис, без которой человек не может быть самим собой. Ну, с этим можно согласиться, что без внутренней свободы, наверное, не может быть самим собой. Но, допустим, даже если у кого-то есть дурные фантазии, да, а разве он тоже Влад об этом говорил, не может измениться. И тогда, если он изменится, он останется самим собой уже без дурных фантазий. Тогда его внутренняя свобода не будет подавляться, хотя дурных мыслей не будет уже. То есть можно быть внутренне свободным и без дурных мыслей, даже если они у вас изначально были непонятно, почему человек не может поменяться. Еще один момент в связи с этим, который не всегда отличается автором, мне кажется, прописывается четко. Конечно, речь, об этом тоже сегодня говорили, не о каких-то мыслях вообще идет речь, не о каких-то фантазиях вообще, а систематических, дурных фантазиях, которые одобряют, которые нравятся человеку. вот о чем идет речь. И об этом должен был бы он прежде всего рассуждать. Короче говоря, выводы кажутся мне все-таки действительно не очень убедительными. Попытку можно зачесть, но последнее, вот заметьте, обратите внимание, что попытку рассуждать об этом можно зачесть, но публикация самой этой книги на мой взгляд каким-то перформативным парадоксом является. Вот смотрите, на самом деле, книга доказывает, что дурные приватные мысли находятся вне области морали, да, доказывается. Но чтобы доказать это, Шерр фактически, заметьте, делает свои дурные мысли, которые уже никто не сомневается, что они у него есть, после прочтения этой книги, в большом количестве. Так вот, чтобы все это доказать, он фактически делает свои дурные мысли публичными. Ну, если это тоже нормально, а он-то, наверное, не считает публикацию своей книги аморальной, то его тезис о значимости, приватности дурных мыслей утрачивает, собственно, остроту. В общем, может сделать, что и публичные дурные мысли тоже неплохо, нереализованные, когда и дурные поступки, может быть, ну и так далее. Ну, забавный парадокс, забавная книжка, хорошо, что мы ее обсудили. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Валерьевич. У нас заключительные реплики докладчиков по 5-7 минут. Слово, Владим. Спасибо большое за очень интересные доклады, за комментарии к книге. Я, наверное, в особенности склонна согласиться с тем, что говорила Оксана Черкашина, с тем, что тезис, что мир независим от нас и от морали является ошибочным, и что мы можем выбирать, как рассматривать разные ситуации. И то, что допущение дурных мыслей, это лишь один из вариантов реализации свободы, а другой – это самоконтроль. И да, действительно, во многих сферах нужно уметь контролировать мысли, и это связано с опытом, к которому мы стремимся. Ну и также мне показалось интересным предложение Артема Яшина исследовать развитость эмоционального интеллекта и преодоление его в некоторых обстоятельствах, к примеру, изучение влияния видеоигр на мысли, на характер, на поведение человека. Я еще раз похвалю Шера за то, что его книга получилась очень интересная, и я провела очень приятное время в ее компании. И в качестве заключения резюмирую свои основные соображения. Во-первых, соглашаясь с главным тезисом, все-таки, что у нас, наверное, соглашаясь, что у нас нету оснований морально осуждать мысли, я бы добавила, что у нас есть основания негативно оценивать мысли и желать с ними работать. Во-вторых, на этом основании я считаю возможным оспорить многие линии аргументации Шера против отсутствия необходимости ограничивать мысли. Мне кажется, что Шер во многом исходит из своего взгляда на мир и выстраивает свою аргументацию и предпосылки из каких-то своих личных интуиций. Мои изначальные возражения, которые Шер не удовлетворил, состоят в том, что с моей точки зрения вполне нормальное состояние для человека это отсутствие негативных установок мыслей и фантазий. И лично мне кажется, что негативные мысли, эмоции, установки, которые однажды возникают, если с ними не работать, начинают формировать закономерности, которые, и вот здесь мы опять с Шером расходимся, отражаются как на внутреннем состоянии человека, делая его раздражительнее, замкнутее на себе, так и на характере, что существенно повышает, как мне кажется, вероятность того, что человек станет действовать во вред другим, несмотря на его способность к самоконтролю. Одним из самых интересных аргументов, на мой взгляд, является терапевтическая способность продумывания неприятных и плохих мыслей, которая предоставляет человеку своего рода отдушину и, может быть, в некоторых случаях устраняет желание действовать. Но есть мысли такого рода, которые можно и лучше исправлять. То есть не всегда рациональная, это такая дамба в негативном смысле, как это пишет Шер. Например, если у нас есть травматический опыт, нужно сделать с ту дамбу вещам, которые с нами не связаны. Ну и хочется сделать комментарий, что, возможно, в некоторых случаях именно моральное осуждение мысли возможно, кажется, о чем-то подобном говорил Андрей, рассуждая про реактивные установки. То есть, когда моральное осуждение связано с эмоциональной реакцией на свои собственные нежелательные мысли и установки, то такое осуждение может являться действенным инструментом, который может помочь человеку, который считает, что определенные убеждения, фантазии, которые он имеет, он бы не хотел иметь. То есть, в прагматическом, в каком-то инструментальном плане ограниченное использование морального осуждения применительно к себе может быть действенным. Но, возможно, с этим связано много рисков, о которых Шер очень много писал в своей книге. То есть, от страха признаться себе какой-то есть, до увеличения шанса реализации в действии непроработанной мысли, до принятия такого убеждения, которое сделает человека слепым и глухим к тому, что этому убеждению противоречит и так далее. Ну и находя некоторые негативные аргументы Шера поддающимися критике, я в целом принимаю и разделяю его позитивные аргументы и считаю, что Шер молодец. Спасибо большое, Влада. Слово Евгению Владимирову. Спасибо. Спасибо, коллеги, очень продуктивно получилась дискуссия. Вот какой итог, мне кажется, стоит ей подвести. Мне кажется, что с Шеровской книгой сыграла какая-то злую шутку с выбранным стиль. И вот это желание сделать свой тезис таким провокативным привлекло внимание к вещам, которые действительно легко продавить большинство из того, что было сказано. Мне кажется, это показывает Артем очень сан, очень убедительный и другие показывают. Мне кажется, что автора нельзя или не стоит ругать за то, что он сам не пытается показать. Мы почти все говорили об осуждении и ответственности. Я сам говорил, но вот он так конструирует свое рассуждение, что он просто ничего об этом не говорит. Его интересует тезис о том, только о том, что вот эти дурные мысли являются чем-то морально дурным. Вот это он пытается оправить. А если они морально дурные, то они запретны. Можно ругать вот этот переход, как я сам пытался сделать, но он ничего не говорит о том рассуждаем или мало об этом на всяком случае. рассуждает. Про ответственность он почти ничего не говорит. Но вот что он допускает. Он допускает неморальные осуждения и неморальные способы карактировки. В частности, он говорит про эпистемические, эстетические способы карактировки и осуждения. В самом начале он об этом говорит и несколько раз в тексте он к этому возвращается. Но невозможно, совершенно точно, ему стоило бы более ярко это подчеркнуть, что его интересует не только не тезис о том, что вообще какие мысли пришли к вам в голову, ну и не хай, бог с ним, слава богу, хоть какие-то пришли, уже хорошо. Все-таки не такой тезис он отстаивает. Он не отстаивает тезис, что каким родился первертивным товарищем, таким оставайся, поражайся как есть. Такой он тоже все-таки не отстаивает. Он допускает корректировки. Вот из-за того, что говорил Влад, мне очень понравился этот довод, я сам о нем не думал, когда читал, о том, что значит человек с той важностью, которому приходят в голову дурные мысли, он с этим не боится, мы можем осуждать за то, что он или она не препятствует этим мыслям, медицинское способом, потому что это может быть плохо. Мне кажется, я сначала подумал, что это какой-то нокдаун против Шера, но потом мне пришло в голову такое его развитие, что тогда здесь должна быть параллель, то есть Шерр должен с вами согласиться, он должен сказать, да, такого человека мы можем осуждать, он должен препятствовать своим мыслям, которые нам кажутся дурными, но не потому, что вот так он стал защищаться, не потому, что эти мысли на самом деле являются дурными. здесь аналогия будет состоять в том, что также мы должны будем рассуждать любого человека, который в целом не боится со своей болезнью, то есть он предает свой долг по отношению к самому себе, но не потому, что болезнь сама по себе является чем-то морально дурным, или в вашем примере дурные мысли являются чем-то морально дурным. Мне кажется, он мог бы защищаться так. Ну, я очень хочу поддержать право Артема Петровича не чистить зубы и таким образом выражать свою человечность. Я думаю, это правильно. Что касается видеоигр, я видел какие-то мета-исследования по поводу самих этих исследований. Насколько я понимаю, консенсус сейчас состоит в том, что они скорее склонны понижать агрессию. Не очень сильно, но тем не менее склонны. Правда, это было пару лет назад, может, что-то уже изменилось. И действительно очень трудно выбирать опции диалогов. Правда, в моем случае это из-за того, что приходится много читать, а не из-за того, что мне очень жалко персонажей. Обычно легче просто стрелять, чем читать. То, что Гайлан Дэй, мне кажется, также он стал бы защищаться по поводу Маяковского и вот эстетических вещей. Он бы сказал, что да, эстетическое осуждение или эстетические основания не принимать или не принимать подходят, но это не моральный контекст. Так бы он стал защищать. А то, что по поводу этических установок, он просто, к сожалению, не дает материала. Сложно сказать, что он по этому думает. Наверное, надо читать его книжку про Блейн. То есть сложно предположить, что он не знает Строссона и Вулфа вот эту всю дискуссию. Очевидно, что он представляет себя не хуже нас. Я не понял, честно говоря, претензий Антона по поводу мысли самих по себе. Мне кажется, что он не говорит про мысли самих по себе. Он отрели от контекста. так могло создаст впечатление. Может быть, я неправильно как-то презентовал все же такого он не допускает. И с того, что говорил Вадим Валерьевич, я согласен, что автор не доказал, что войда вообще нет. И это, пожалуй, самая слабая часть его рассуждений. Поэтому из конституционализма условного, что он по этому поводу говорит, я выделил те вещи, где он говорит про парадоксальные следствия из такой теории, а не по поводу того, что он говорит «А, если я воображаю в себе так, что я пытаю своего друга, но и не пытаю его, и, наверное, и не буду пытать». Это действительно странные рассуждения, практически все они очень странные, особенно, когда он предлагает нам взвешивать вероятность того, то, что у меня есть мысли по поводу подчинения вреда моему другу, и вот это одна опасность, что все-таки это прорвется в действие, и это он предлагает взвешивать на другой из чаши весов класс, что это, значит, если я буду препятствовать таким мыслям, то у меня закупается самовыражение. Мне кажется, в этот момент я просто не знаю, как что выбрать у меня, в общем, лучше, наверное, самовыражение закупается, просто я не знаю, как к этому относиться, поэтому я просто не стал подробно говорить, мне кажется, эти разделы просто неудачны, но там есть, тем не менее, удачные вот, мне кажется, очень любопытно слышно у нас сегодня. Спасибо за обсуждение. Спасибо большое, коллеги, большое спасибо докладчикам, спасибо всем вам за чудесную дискуссию. Наш семинар завершается, я рад был вас видеть, увидимся в следующий раз. До свидания. Счастливо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго.